нарушение щитовидной железы щитовидная железа да щитовидная железа это орган внутренней секреции который находится на уровне щитовидного хряща он секретирует гормоны щитовидной железы тироксин тироидин и гормоны по парочитовидной желез функция какая это основная функция это регуляция роста регенерации внутренних процессов и в основном это рост и формирование костной ткани это то за что он отвечает значит учитывая что это железа внутренней секреции она имеет иннервацию имеет иннервацию в августе блуждающий нерв десятая пара и вследствие ее нарушение что происходит как какие там есть гипертиреоз есть гипотиреоз грубо говоря соответственно кости все что жестко что твердая скелет и это продукция остеокластов как раз то что регенерирует костную ткань клетки которые являются предшественниками остеокластов самих костных клеток при нарушении щитовидной железы что происходит ломкость волос ломкость ногтей до перепады внутренний жар приливы и котлевы тремор рук судороги нарушение сна перепады настроения плаксивость через чередование плаксивости с истерии с и так далее то есть перепады температурного режима а кожа кожа или потливости или сухость много мало вот но опять же очень легко к этому подходить как делать в классической медицине означает гормоны но ребят что происходит если есть какая-то железа внутренней секреции она работает как в рецепторном поле организм показывает не хватает какого-то гормоны для там включение чего-то офис регулирует щитовидку она выделяет эти гормоны и все происходит если мы снаружи добавляем гормоны то организм мозг говорит у нас в крови гормонов нормально мы добавим все хорошо сама железа работать не будет тоже самое если если какой пример из жизни привести ну вот это поговорка если человек хочет жить получается что мы даем мы даем рыбу рыбу они удочку китайской медицине все очень просто щитовидная железа находится здесь здесь находится мог пункт почки мог пунктов сигнальной точкой почки но не почках самих энергетический аспект за то за что отвечает почка а почка это вода вся в организме это кости опять же все то же самое то есть отвечает за рост костей питает печень которая отвечает за работу мышц соответствует при недостаточном питании печени будут судороги нездоровая печень она постоянно витрит ее качество это ветер то что ветер а то что не по нашей воле судорога это не по нашей воле происходит мы же хотим чтобы нас скрючила она происходит все что не по нашей воле это весь называется это фэнк от эмоции поэтому во всех книгах китайской медицине разных авторов проблемы щитовидной железы это причиной это стресс соответственно первым что делаем выясняем этот стресс а мы его можем устранить как с помощью психотерапевтических методов так и с помощью китайских например есть такая концепция лунных дворцов когда можно убрать любой травмирующие события жизни мы можем выяснить какой из них приоритетная на эту дату поставить определенные точки чтобы из памяти убрать травмирующие воспоминания то есть ты не будешь помнить этот эпизод или ты не будешь нейтрально помнить будешь что будешь нейтрально относиться было и было как бы не будет вот и соответственно тактика здесь какая если гипертиреоз это разрастание железы на это не железа разрастается соединительная ткань не жировая вот то есть а жировая ткань это сырость с позиции китайской медицины сырость это слизь это вот такая вата рыхлость такая вот жир который который считает жир на это есть сырость и так с очень простая мы устраняем сырость из почки и добавляем соответственно сухость да вот и все ну коротко говоря мы используем чудесные сосуды там сначала не буду вам там тактику рассказывать вам все равно бесполезно но лечится достаточно эффективно но при этом обязательно человек должен придерживаться рекомендации приема травы питание льоны травки подбирается тоже через мышечный тест через назоны через назоны и прям через травку я знаю что это будет интересно покажем демонстрацию ну покажем например мы берем обычно мы берем дельтовидную мышцу можно любую мышцу использовать как индикатор сначала мы проверяем на нормы конечности все окей теперь мы должны приходить и стресс это не стресс эмоции на лоб на лоб точке тревоги делаем т.л. здесь все хорошо да кстати биохимия может биохимия ставим на точке опять же почка 27 тоже все хорошо стоило отдохнуть три дня мышцы норма то лично окей давай покажем что такое да что такое на зоне здесь разные биохимические вещества находится вот мы делаем одной ручкой ну как скрининг тест на все кладем на группу сразу и проверяем здесь нет реакции неважно какая рука у нас тоже все ничего что-то нашли теперь будем степени кажется вот здесь вот смотрите мы нашли 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 что у нас не хватает магния например может еще чего-то еще рядышком не хватает магния и мы можем найти там то что магний добавить на землю смогли есть там в изюме калий да не красного виние вот это самое то железо вот то есть потом мы можем подобрать вещество которое восстановит вышли опять вот или просто добавим ладно сейчас мы добавим мог не сначала мы делаем вот берем назад получаю положительный мышечный тест и теперь проверяем магний становится все хорошо то есть если катя будет без магний ну так вот это примерно работает ну там мы также через верболизацию определяем какая дозировка сколько поскольку выш запивай вот ваше здоровье ваше здоровье это чай кстати да не алкоголь 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 free вот то есть вот так вот можем работать на зоне